Привет из Беларуси! Как заработать на цветах? Такая карамульная мысль, вероятно, приходила не раз в голову любому цветоводу. И действительно, иногда у нас в садах растения так пышно растут, что просто мы не знаем, куда девать излишки. И всегда такая мысль приходит, хорошо бы это продать, а на эти деньги купить что-нибудь новенькое для своего хобби. Потому что согласитесь, что садоводство это даже хобби, увлечение, которое требует хороших затрат. Растения сейчас стоят недешево, и сейчас есть где их купить, в отличие от наших бабушек и мам, которые могли только поделиться друг с другом, и им выпадало редко возможность где-то раздобыть новое растение. Но так ли легко заниматься продажей растений? Вы знаете, что-нибудь делать вообще нелегко. Но если вы решаете, что продажа растений это ваш дополнительный заработок, то есть вы имеете какой-то основной заработок, это, допустим, заработная плата где-то или пенсия, которую вы получаете, и любой заработок на цветах будет вам дополнительным. То есть вы всегда будете в прибыли. Это один вариант заработка, он весьма вероятен. Это, собственно, не так-то и тяжело. Единственное, что вам нужно уметь продавать растения. Потому что вырастить растения мы можем все. А вот уметь продать растения, сделать вот первый шаг к этому, это довольно тяжело. Это тяжело и психологически, это тяжело и физически тоже. И требует особых навыков, и общения с людьми, и предложения своей продукции. Это переступить очень тяжело, но если вы это сможете сделать, то такая возможность дополнительного заработка у вас появится. Это один вариант. И второй вариант, когда вы решаете, что продажа растений будет вашим основным заработком. Вот здесь уже другой подход немножко. Потому что это будет не всегда в плюс. Что вам понадобится для этого? Вот с точки зрения человека, который действительно зарабатывает, а я этим занимаюсь, да это мой единственный заработок. Вот глядя на все с высоты уже прошлого опыта, я хочу для вас вот такую донести мысль, что первое, что вам понадобится, это энергия. Много энергии для того, чтобы начать новое дело, для того, чтобы этим заниматься. Потому что выращивание, продажа растений, это все-таки связано больше с физическим трудом. И это работа сезонная, и поэтому очень напряженная. Поначалу, когда вы занимаетесь выращиванием растений, неважно, что это будет, да, ну, допустим, вы взялись выращивать цветочную рассаду, ну, возьмем петунию, да, вы ее сеете. В январе вам нужно ее вырастить и цветущую продавать. Так вот, продажи начинаются в каждом регионе по-разному, и это зависит от климатических условий. То есть покупать вашу продукцию начнут только тогда, когда покупатель сможет это высадить у себя. То есть раньше продажи не идут, потому что холодно. Если вы ошибетесь со сроками, ваши растения начнут перерастать, потому что их будут очень слабо покупать. Да, будет там слабенькая продажа идти какая-то, потому что люди после зимы очень скучают по растениям. Некоторые покупают просто, чтобы почувствовать, да, вот приход этого нового сезона, где-то даже там поставить на балконе, на веранде, чтобы просто вот посмотреть, полюбоваться и ощутить вот это возрождение новое. Но основных продаж не будет. Поэтому вы должны, имея вот какое-то представление об этом, знать, когда посеять, чтобы это было все вовремя. Потом продажи у нас идут очень короткое время. Это примерно где-то 6 недель. Ну, у кого как. У кого-то в конце апреля начинается, у кого-то в середине мая. Все зависит, я же говорю, от климатических условий вашего региона. Ну, примерно 6 недель вы это продаете. У нас, допустим, это май и где-то до середины июня. Потом продажи заканчиваются. Все все высадили. И уже начинается так. То коза съела, там пару штучек докупить, то место освободилось, там тюльпаны отошли. Надо вот на это место что-то посадить и прочее. Но активных продаж уже не будет. Вы за это время, за 6 недель должны успеть продать все. И это ваш будет заработок до следующего сезона. То есть вы должны так продумать свою стратегию, своего дела, чтобы у вас хватило средств на возобновление своего производства. То есть на покупку семян, тары, грунта, удобрений. Плюс заработать себе зарплату на целый год за 6 недель. И получается, что в это время, когда вы продаете активно, вы долго, много проводите время, продавая растения, в это же время у вас еще их полно и дома. И вам нужно за ними ухаживать. Одному человеку практически справиться с этим невозможно. Потому что пока вы продаете, кто-то должен смотреть за вашими растениями. Иначе даже в мае палящее солнце в теплице может загубить за раз все, что вы там оставили, пока вас нет. Поэтому кто-то должен смотреть, поливать, проветривать и так далее. Вот в этом проблема. Особая напряженность во время сезона продаж. Значит, вы должны ухаживать за растениями. То есть никто не отменял вашу работу по поливу, подкормкам, если не успели, еще там пикировкам, пересадкам. Потом сбор для продажи. Это, поверьте, занимает очень много времени. Потому что вы привозите то, что вы не продали. Вам нужно это все рассортировать, перебрать, поставить все свежее. И на следующий день вы встаете опять-таки, едете продавать это все. Стоите на рынке, приезжаете. И после вам тоже нужно опять идти заниматься растением. Вот это требует большого физического напряжения. И хорошо бы, чтобы у вас хотя бы на этот период были какие-то помощники, возможно, из семьи, кто бы немножко делил вашу вот эту физическую тяжелую работу. То есть кроме энергии, вам нужно еще обязательно способности продавца. Потому что в нашем деле вырастить это не главное. Да, это важно, конечно, вырастить красивую продукцию, цветы. Все-таки такая покупка спонтанная. Человек идет, ему понравилось, глаза все ярко ударяют, он хочет купить. Но, тем не менее, главное в нашем деле это не вырастить, а главное продать. Потому что даже если вы там вырастите десятки тысяч растений и выберете неправильное место для продажи, где, допустим, узкий, так сказать, объем рынка, вы не продаете просто свою продукцию, вам придется ее выбросить. Кстати, выбрасывать цветы – это одно из главных умений человека, занимающегося продажей. Вам придется это делать, и вы будете это делать, и вам это нужно делать без сожаления. Знаете, у голландцев есть такая поговорка, да, что чем лучше питомник, тем выше костер. По осени в питомниках горят костры из непроданных растений. Там никто не сохраняет, даже если это, допустим, кустарники или хвойные. То, что не продано, оно все сжигается. Потому что труд очень дорогой, и дешевле воспроизвести по весне новый материал, чем возиться со старым. То есть как-то его укрывать, прикапывать, пересаживать, еще что-то с ним делать. Так что не бойтесь выбрасывать растения, это нормально. То есть вы должны всегда, каждый сезон анализировать и пересчитывать то, что вы продаете. Итак, мы с вами сказали, что вам нужно много энергии, вам нужна способность, умение продавать обязательно. Вы должны не бояться разговаривать и общаться с людьми. Очень много знать о своей продукции. И очень важно любить то, что вы делаете. Я вот по себе заметила, что если ты не любишь какое-то растение, ты его плохо продаешь. Вот если оно тебе нравится, ты ему влечен, ты его любишь, ты его хорошо продаешь. Вот это тоже важно. То есть, да, есть какой-то общий набор растений. Видео об этом тоже можно посмотреть на канале. Там топ-5 каких-то цветов. Там топ-3 посмотрите по интернету, какие растения. Но все-таки мы с вами каждый любим что-то свое. Каждый на чем-то специализируется еще, кроме основной группы растений. Поэтому помните о том, что вы любите. И именно этим и занимайтесь. Тогда вам легче будет и в продаже. И еще что очень важно. Важно понимать такую вот структуру нашей экономики, да. Что чтобы сохранять свою прибыль, хотя бы из года в год на том же уровне, вам придется зарабатывать больше. Вы не ослышались. Чтобы сохранять прибыль на том же уровне, что и в прошлом году, вам придется заработать примерно на 15-17% больше. Таким образом вы просто сохраните то, что у вас было. Если же вы хотите приумножить свой заработок, то вам придется зарабатывать примерно на 40% больше. А сделать это в нашем деле непросто, потому что мы же с вами не перепродаем, а производим. Для того, чтобы производить больше, нам нужны средства производства. И к сожалению, не только семена, тара и грунт, удобрения и наше умение, но должно быть еще и отапливаемое место в теплице. И к сожалению, очень часто вот это вот теплое место, вакантное в наших теплицах, они всегда ограничены. Поэтому таким образом мы и заработок свой ограничиваем. И только когда вы увеличиваете вот эту площадь, может увеличиться ваш заработок. Еще один способ увеличить свой заработок, это растянуть сезон продаж. Раньше его начать, вы знаете, что у нас самые-таки большие продажи идут к 8 марта. Вот кто выращивает к 8 марта, он зарабатывает. Один сезон, а кто выращивает дальше после 8 марта, он зарабатывает вот еще в мае, второй сезон. То есть вы за год имеете два заработка. И еще один способ, это растянуть сезон дальше, то есть заниматься растениями, такими допустим, как хвойные, кустарники или многолетники, которые можно продавать, выходя за рамки вот этих основных 6 недель продажи цветочной рассады. Ну вот такие есть способы увеличить свой заработок, но других способов нет, потому что вы не можете за счет поднятия цены все время увеличить свой заработок. Это не сработает, вы ограничены ценой по рынку. Если вы будете продавать это гораздо дороже, чем другие, у вас никто не будет просто это покупать. Это вы должны понимать и выстраивать свои продажи так, чтобы вписываться вот в эти рамки. Да, наше дело непростое. У нас есть с вами несколько таких важных задач. Первая задача это выжить. Вторая задача это выжить как можно дольше. И третья, умереть в процессе выживания. К сожалению, это тоже та действительность, которая нас окружает. Надо относиться и к себе, и к этому миру тоже с юмором, потому что задачу выжить никто не отменял. Вот такие мои рассуждения о заработке на цветах. Заходите на канал, смотрите видео. Если нравится, подписывайтесь. Ну а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого. Спасибо. 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 Продолжение следует...